Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Движение поездов из Адлера по-прежнему закрыто. Как сообщает пресс-служба РЖД, в связи с перерывом движения на участке Горячий ключ Адлер отменяются множество поездов, в том числе Адлера. Ростов отправлением из Ростова 26 и 27 октября и отправлением из Адлера 26, 27 и 28. Маршруты Адлер-Москва и Адлер-Самара продлеваются от станции Ростов-Главный до Краснодара. А вот железнодорожный мост на перегоне Шепси-Водопадный восстановлен и открыто движение поездов по одному пути. Это позволяет отправлять поезда, задержанные в районе Туапсе, в Сочи. Все возвраты проездных документов производятся бесплатно в кассах на вокзале компании «Российские железные дороги». Эта работа также организована. Кассы полностью открыты, персонал проинструктирован. Пассажиры могут вернуть проездные документы без дополнительных комиссионных сборов и воспользоваться альтернативным транспортом. Причиной срыва графика движения скорых поездов стали сильные дожди. На перегоне Греческий и Туапсе смыло насыпь протяженностью 200 метров. На станции Туапсе и перегоне Греческий и Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, а на станции Водопадный сошел сель. Вековой юбилей ВЛКСМ отпраздновали сегодня в Ростове торжественным приемом в музыкальном театре. Среди приглашенных те, для кого комсомол не просто возраст. Комсомол – это судьба. Греческий и Доброводцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать молодые пути. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи был ударной силой в построении новой страны. Коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление – все это ложилось на плечи молодых. Особая история – комсомольские стройки от Байкала-Амурской магистрали до Волгодонского Атамаша. Вместе мы решаем его задачи. Если чувство коллективизма воспитано от человека, он в этом обществе будет всегда полезен. Именно комсомол к этому нас приучил и сделал все, чтобы мы для страны пригодились, для малой своей родины пригодились, семье пригодились. В честь столетия ВЛКСМ, выдающимся комсомольцам, награды – медали ордена за заслуги перед Ростовской областью, медали за доблестный труд на благо Донского края, знаки губернатора за ратную службу и благодарности. Нынешней молодежи есть с кого брать пример, отмечают гости торжества. Времена меняются, но истинные ценности, которые воспитывал молодежь комсомол, остаются. Важно, чтобы новые поколения зримо представляли и объективно оценивали, что совершили их деды, отцы, какой вклад внесли комсомольцы и молодежь в созидание великого государства. Праздничные торжества продолжатся. В день столетия комсомола 29 октября в Ростове вскроют капсулу времени послания поколений, которая хранится в стене театра драмы имени Горького. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Мусороперерабатывающие комплексы не должны находиться рядом с жилыми домами. Строительство такого завода в ростовском микрорайоне Левенцовский обсудили на заседании фракции КПРФ в Донском парламенте. Региональный оператор «Чистый город» планирует построить его рядом с закрытым в начале этого года полигоном. Гендиректор уверяет, это будет не свалка, а современный отходоперерабатывающий комплекс, включающий автоматизированный сортировочный комплекс, площадку биокомпостирования, комплекс переработки отходов. Захоранивать будут не больше трети отходов, при том, что нынешняя цифра 90%. Эта площадка была предусмотрена несколько лет назад генеральным планом развития города. Это единственное место на сегодня на территории городского округа, город Ростов. Поэтому мы пришли на конкурс, конкурс был открытый, выиграли конкурс, взяли в аренду земельный участок, теперь занимаемся проектированием. Но жители Левенцовки категорически против нового завода, который будет находиться в паре километров от многоэтажек. Люди считают, что при строительстве не выдерживается санитарно-защитная зона. Завод будет выделять ядовитые запахи и вредить здоровью, в то время как инвесторы готовы доказать, что никаких нарушений не допускается. Выслушав доводы, фракция КПРФ встала на сторону жителей. Эти перерабатывающие комплексы не должны находиться на территории жилищного строительства. Сейчас мы посмотрим, что предложит правительство Ростовской области, ну, конечно, и свои предложения дали. Коммунисты порекомендовали Минжик-Х скорее рекультивировать старый полигон в Левенцовке, а для нового найти другое место подальше от жилых домов. Мария Филинкова, Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Банк «Открытие» готов участвовать в строительстве школ и детсадов в Ростовской области, а также развивать транспортную инфраструктуру, в частности, сделать участок трассы М4 ДОН в обход Аксая. Все это уникальные предложения банка. Председатель правления «Открытие» рассказал о них в пресс-центре ДОН-Медиа. Банк готов финансировать областной и муниципальный бюджеты и активно кредитует ипотеку и бизнес. Практически, говоря простыми словами, мы сейчас ипотеку, кредиты наличными, кредиты малому бизнесу будем каждый месяц в 2-3 раза увеличивать в объеме, ежемесячно. Выйдя на совершенно иные объемы продаж в Ростове уже через 2-3 месяца. Михаил Задорнов отметил важность кредитования малого и среднего бизнеса в Ростовской области, ведь этот регион шестой в стране по числу предпринимателей. Лучшие гандбольные клубы страны провели первую репетицию в финале чемпионата. Ну, по крайней мере, так можно сказать сейчас. Лада и Ростов-Дон по игре и по составам на сегодня вне конкуренции. А если сравнивать только их, то вне конкуренции ростовчанки. Даже получая удаление за удалением, они умудряются наращивать преимущество. Первый гол новичка Ростов-Дона Кристины Кожакарь, пожалуй, главное, что можно выделить за стартовые 25 минут игры. Команды исправно обменивались голами и вровень дошли до счета 13-13. А потом Ростов-Дон нанес первый чувствительный удар. Дважды проходит по центру крайняя Моногарова, дважды стреляет из пушки Аббинг. И к перерыву делаем задел плюс три. После перерыва Аббинг, как и не уходила с площадки, продолжает бомбить. И начинает длинную полосу наших удалений. 12 минут из 30 отыграют наши девушки в меньшинстве. И при этом будут только наращивать преимущество в счете. И к 50-й минуте после красивого финта Моногаровой у нас уже безнадежные для соперниц плюс девять. Дальше первый гол забросит еще один новичок Ростов-Дона Милана Таженова. И ростовчанки спокойно доиграют до победы 33-27. Первая встреча с главным соперником выиграна уверенно. Но заметим, что в составе «Лады» не было двух ведущих игроков. Дальше у наших девушек домашний матч российского чемпионата во вторник с Астраханочкой. Лев Клинов, Александр Шкурко, Дон-24, Тольятти. Дело было в середине 19 века в Тифлисе. Князь Понтиашвили решил выгодно жениться, чтобы оплатить долги. Сюжет классический. Это могло случиться где угодно, если бы не было свахи Ханумы. Водовильная история сватовства, написанная в 1878 году, до сих пор инструкция для брачных агентств и режиссеров. Свою версию сдал Ростовский музыкальный театр. Превращение Максима Сердюкова в грузинского князя начинается задолго до начала спектакля. Все-таки Водовиль предполагает строго определенные черты лица для исполнителей главных ролей. Природа меня не наделила какими-то кавказскими чертами лица, поэтому сделать грузина мне помогают наши девочки, мастера своего дела. Как вы видите, они могут сделать из каждого кого угодно, даже грузин. Кварталы старого Тбилиси размещаются на камерной сцене музыкального театра. Кто-то в декорациях узнает картины Николы Перасмани, а кто-то вполне мультимизированные образы наших главных героев. Если вы князь из старинного, но обедневшего рода, это вполне может быть первой строкой для классической, например, английской истории. Но мы в Грузии. Мне кажется, что жанр Водовиля очень любит такое вот тесное общение. Именно для этого у нас даже артисты кора сидят в зрительном зале. То есть такое немножечко условие игры у нас площадного театра. И они участвуют, как зрители постоянно комментируют то, что происходит вокруг. Женитьба князя становится дуэлью двух свах – Кабато и Ханумы. Кто победит, мы знаем, но следить за соперницами не устаем. Сона – юная дочка пса-катрианца по желанию отца должна выйти замуж за князя. Но она влюблена в другого. И этот другой коте – племянник князя, о чем отец девушки не догадывается. Мы готовились долго, упорно, сложно, потому что в первую очередь это драматический спектакль, потом уже музыкальный. Для нас это что-то новое, а новое всегда интересно. Удивительно, но здесь все хотят жениться или выйти замуж. Эта история, несмотря на новые условности политкорректности, по-прежнему имеет успех. Может быть потому, что ориентирована на привычные ценности. Греш от дому пить, греш от дым пить, без конкурит, без конкурит, без конкурит, греш от дым пить. Сватовство, как искусство, ханумой доведено до совершенства. Ей удается и соперницу победить, и соединить влюбленных. Яркая, сочная, вкусная история на музыку кончили о любви без ненависти. Галина Белоусова, Руслан Хамчей, Дон-24, Ростов-на-Дон. На сегодня у меня все. Программу «Неделя на Дону» смотрите в 20.00. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова